Казахстан 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 богатейших стран Ближнего Востока. По данным Рейтер, экономика Саудовской Аравии уже потеряла 200 миллионов долларов инвестиций. Биржевые фонды, предоставляющие доступ к акциям в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Израиле, также пострадали от оттока средств. Тем временем, экономика Израиля также несет крупные потери. Военные действия обходятся еврейскому государству в 260 миллионов долларов в день, подсчитало агентство Bloomberg. По данным издания, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз. При этом в прошлом году Израиль впервые с 2000 года добился профицита бюджета, а военные расходы сократились впервые за более чем десятилетия, указывает агентство. По данным правительства, дефицит бюджета может достичь 4% ВВП в текущем году и 5% в 2024. Это более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы. Американские военные базы на востоке и северо-востоке Сирии подверглись обстрелам. По информации ливанского телеканала «Альма-1» погибли военные. Число жертв пока не уточняется. Атака стала ответом на удары США по объектам на востоке Сирии. По данным телеканала, 15 ракет было выпущено по военной базе США возле газового месторождения Канников в провинции Дейр-Резур. Целью стали военные штабы склады с оружием. Ответственность за атаки взяло на себя исламское сопротивление Ирака, которое поддерживает Хамас в войне с Израилем. Незадолго до атак США нанесли удары по объектам на востоке Сирии, которые, как утверждал Пентагон, использовались иранским корпусом стражи исламской революции и проиранскими группировками. Стороны обменивались атаками также в конце октября и в ночь на 9 ноября. США ввели санкции за связи с Россией против 326 иностранных лиц. Такие данные приводит РБК. Больше всего санкции Вашингтон ввел в отношении лиц с Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Там под ограничение попали более ста юридических лиц и граждан. По большей части это удобные для ведения бизнеса юрисдикции, поясняют опрошенные эксперты. В начале ноября текущего года штаты внесли в санкционный список почти 30 фирм из Объединенных Арабских Эмиратов в Турции и Китае. Американские власти считают, что структуры, базирующиеся в КНР, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах продолжают послать в Россию высокоприоритетные товары двойного назначения. 10 ноября вступило в силу соглашение между правительствами Казахстана и Китая в безвизовом режиме. Таким образом, граждане Казахстана и Китая освобождены от ряда визовых требований. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 календарных дней в пределах 108-дневного периода. Чтобы удовлетворить ожидаемый рост на авиаперевозке между Казахстаном и Китаем, авиакомпания обеих стран увеличит количество рейсов. По информации Комитета гражданской авиации, Эйрастана добавит один рейс по маршруту Алматы-Пекин, два рейса из Астаны в Пекин и пять рейсов из Алматы в Урумчи. Кроме этого, в следующем году откроются новые маршруты в Шанхай, Куанчжоу и Чэнду. Китайская авиакомпания Air Logistics также добавит регулярный грузовой рейс из Алматы в Сиань. На данный момент в Китае выполняют 27 пассажирских регулярных рейсов из Истана и Алматы. Согласно соглашению о безвизовом режиме гражданам Казахстана и Китая, не нужна виза для личных, деловых и медицинских поездок. Освобождаются от требований перевозки и транзитные грузы. Однако, разрешительный документ всё-таки нужно будет оформить, если пребывание на территории другой страны составляет более 30 дней. В медиа озвучили случаи, на которые безвизовый режим не распространяется. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность. Отмечаем, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территорий специальных административных районов КНР, Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 дней. Для посещения Макао нужно оформить визу. Директор столичного гастроцентра во дворюн в изолятор временного содержания. Именно в том заведении общепита произошло убийство супруги экс-министра национальной экономики Кондека Бишимбаева Салтанат Нукеновой. В ходе расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 432 «Укрывательство преступления Уголовного кодекса». Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Тем временем сам Бишимбаев арестован на два месяца. В отношении него расследуют уголовное дело по статье 99 часть 1 Уголовного кодекса убийства. Бывшему министру обратит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас идут следственные мероприятия. Также зарегистрированы уголовные дела по статье 434 «Недонесение преступлений и оставление в опасности» статья 119 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование ведется в следственном управлении департамента полиции города Астана и находится на контроле руководства МВД Республики Казахстан. Генерального директора госпредприятия КАС «Спецэкспорт» Армана Рамазанова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Межрайонного следственного суда Астана. Помимо должностных лиц за задержаны и руководители подконтрольных и юридических лиц. Их подозревают в хищении около 1 миллиарда тенге бюджетных средств при закупках товара военного и военно-технического назначения. Предполагается, что они завысили цены на продукцию в рамках выполнения государственного оборонзаказа. Такую информацию привели в агентстве по финмониторингу на отчет от досудебного расследования. Руководители и бухгалтеры медцентра в Алматинской области подозревают в хищении более 2 миллиардов тенге. Об этом сообщили в агентстве финансового мониторинга. Примечательно, что медучреждения передали в доверительное управление в октябре 2020 года. Охищение средств из фонда социального медстрахования произошло в течение двух лет. Расследование ведет территориальный департамент АФМ. В период с 2020-2022 года похищено более 2,1 миллиарда тенге, выделенных из средств фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается и на информацию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. QR-коды на местных тушах появятся в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бигбаов. Он отметил, что в стране полностью оцифровали сферу животноводства. В частности, первым этапом цифровизации стала система идентификации учета скота. Сегодня всех сельхозживотных в обязательном порядке регистрируют в ветеринарной базе. Вторым этапом стало отслеживание поголовья, начиная от данных о рождении, заканчивая информацией о болезнях, полученном лечении и убойном пункте, куда сдаются животные. В конечном итоге можно достоверно проследить, откуда на прилавке попало мясо и какого оно качества. В скором времени эта информация будет доступна каждому розничному покупателю. Где-то через полгода планируем запустить для населения отдельное мобильное приложение. Сейчас проводим пилот, где появится возможность каждому населению получать информацию с помощью сканирования QR-кодов, который будет находиться уже на месте. На закуп вакцин от кори дополнительно выделят 4 миллиарда тенге. Три из них из резерва правительства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что ежедневно в больницы поступают около 400 детей. 29 из них находятся в реанимации. Их состояние оценивают как средней тяжести. В целом, по республике стационарное лечение получают более 2000 несовершеннолетних. Медики вновь призывают родителей прививать детей от кори. У нас дополнительной массовой иммунизации подлежит 1,5 миллиона человек. Это дети в возрасте 60 месяцев 353,7 тысяч. Дети от 2 до 4 лет 944 тысячи. И в рамках наверстывающей вакцинации лица до 18 лет 65,3 тысяч. И медицинские работники 136,8 тысяч. Поэтому за счет средств из резерва правительства на сегодняшний день закупается еще 1 миллион доз вакцины, ККП и шприцы для разведения и введения вакцины. И кроме этого, дополнительный объем вакцины в размере 500 тысяч. Доз закупается, уже закуплены и ожидается его поставка во второй декаде текущего месяца. Казахстан планирует интегрировать мобильные приложения по заказу такси с информационными системами госорганов. Цель – мониторинг работы транспортных средств и их водителей. Об этом информировал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответе на депутатский запрос. По его словам, в октябре текущего года уполномоченные госорганы приняли совместную дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок. Теперь ожидается рейдовое мероприятие на выявление машин, которые незаконно перевозят пассажиров, говорится в письме. Сделать это планируют через камеры фото и видеофиксации.